Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами проведем разбор заданий контрольной работы номер 3 по теме «Русские земли под властью Золотой Орды в XIII-XIV веках». Задание 1 предполагает работу с источником. В целом, по изложению довольно просто установить, что правильный ответ – битва на Чудском озере или ледовое побоище. Тут есть упоминание о льде, о лёд на замёрзшем озере подломился. Это, конечно же, ледовое побоище, поэтому эту битву так и назвали, потому что считается, что она происходила на льду. И немцы утонули в озере, а другие были применены и привели в Новгород. Дата этой битвы – 5 апреля 1242 года. И вот даты основных и самых важных битв, которые встречаются вам в данной контрольной работе, нужно запомнить очень хорошо, наизусть, с точностью до дня, потому что это очень важные были битвы в истории России и в олимпиадных заданиях, да и вообще в курсе истории, они спрашиваются очень подробно. Очень подробно. Поэтому этой контрольной работе так много внимания этим битвам уделено. Основным этого периода – это, конечно, Куликовская битва, Невская битва, битва на Чудском озере и некоторые другие. Второе задание предполагает тестовый вариант ответа. По упоминанию Пересвета и также о Слябе можно догадаться, что речь идет о Куликовской битве, потому что именно на Куликовской битве, как раз, как вы помните, инок Пересвет, монах Пересвет, в начале битвы столкнулся с татарским богатырем Челубеем, и оба они погибли. Кстати, о Слябе – это тоже еще один инок, который вместе с Пересветом был послан на Куликово поле Сергеем Радонежским. в поддержку Дмитрия Донского. Вот Ослябе и Пересвет – два было этих инока. Считается, что Родион Ослябе также погиб на Куликовом поле, но это точно не установлено. Пересвет Александр Пересвет точно погиб, а вот Ослябе неизвестно, погиб он или выжил, или выжил и потом упоминался и далее в источниках. И какое из этих произведений о Куликовской битве рассказывает, это, конечно же, Задончина. Задончина, она была сочинена по горячим событиям вскоре после Куликовой битвы с Афонием Рязанцем. Сафоний Рязанец, вероятнее всего, из Рязани был, поэтому такое прозвище получил. Вот он составил это сочинение, в котором также прослеживаются мотивы единства, и этим оно, кстати, похоже на слово «полку Игореве». Даже велись споры в 20 веке, что было первично, слово «полку Игореве» или «Задончина», потому что некоторые исследователи считали, что слово «полку Игореве» — это памятник более поздний по сравнению с «Задончиной». И относится не к концу 12 века, как я вам говорил на лекции, эта версия является господствующей, а гораздо более позднему времени, чуть ли не к 18 веку. Но все-таки основной, основная версия, что слово «полку Игореве» сочинено в конце 12 века. Моление Данила Заточника — это начало 13 века, а не в 12, начало 13 века. Данил Заточник тоже был довольно известным писателем в своем времени, и он оставил по себе несколько таких произведений. Слово и моление. Основное его произведение — моление. Это то, где Данил Заточник рекомендует князю, как нужно управляться с хозяйством, и просит князя помочь ему, потому что моление, поэтому так и называется, помочь ему в беде, поскольку Данил Заточник попал в тюрьму. Поэтому это он и получил прозвище «Заточник», то есть находящийся в заточении, в тюрьме. И в этом произведении Моление пытался разжаловить князя, чтобы он выпустил из тюрьмы автора. И повесть о разорении Рязани Батыем — это XIII век как раз, потому что Батыль-Рязань разорил очень сильно. Это один из немногих городов, который на прежнем месте так и не восстановился. Так и не восстановился. Страшный был разгром. Итак, правильный ответ. Во втором задании — 2. Цифра 2 — Задончина. В третьем задании вам нужно было подставить верные понятия на место пропущенных, замененных цифрами. В этой контрольной работе вам встречается несколько заданий такого типа, и в целом они у вас не должны вызвать сложности. В 1326 году Тверской князь Александр Михайлович как раз после гибели своего брата Дмитрия Грозные Очи он стал кирским князем, получил, что он мог получить на великое княжение, конечно же, ярлык, ярлык, который давали в Варде. Ярлык, как вы помните, это своеобразное, скажем, подтверждение того, что князь одобрен Ордой. Это, так скажем, одобрение вот этого князя, его правления от Орды. И без этого ярлыка управлять владимирским княжением никто не мог. Хан выдавал ярлыки на собственные княжения, княжения всех правителей. Ну и самым главным из них было, конечно же, великое княжение Владимирское. Владимирское. Вот пропущенное понятие под цифрой 3. Потому что именно великое княжение Владимирское давало наибольшую власть в тогдашней Руси. В Тверь приехал ханский посол по имени Чолхан или Щелкан. Есть разные имена, встречаются в источниках. Я защиту любой. Или Чолхан, или Щелкан. Главное, чтобы было по смыслу понятно его имя. Его имя было понятно. 15 августа утром Дьякон по прозвищу Дудко повел лошадь к Волге, чтобы напарить ее, потому что Тверь стояла на реке Волге. Волге. Ну, допускается ответ Тверца, потому что Тверь стояла при падении Тверцы как раз с небольшой речушки Волги. Тверь находилась в верховьях Волги. Вот именно поэтому, запомните тоже Тверц, стоит на Волге, на реке Волги. И таким образом, этот город являлся довольно крупным центром, потому что Волга тогда, насколько вы знаете, была, по сути, главной торговой артерией. Путь из варяг в греки в то время уже не действовал. Низовья хустья, Днепра господствовали ордынсы, и к тому же Византия была разорена, и не с кем было на юге торговать. Появились другие пути после похода крестоносцев в Одессом-двенадцатом веках. Этот путь стал не нужен. А вот Волгский торговый путь как раз и был в те времена, в тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом веках, главным, по сути, торговым путем на Руси, не на Волга. И поэтому, как вы можете догадаться, Тверь занимала выгодное расположение. Толпы народа собрались на Вече. По цифре шесть пропущено понятие Вече. Конечно, куда мог народ еще собраться, кроме как на Вече? В целом, это несложно догадаться. Куда они собрались? Узнав о случившемся хан Узбек, тогда в Орде правил хан Узбек. Это был один из последних великих, по-настоящему великих ханов Золотой Орды. Он, кстати, первым, кто принял официальную религию мусульманства, был в Орде. До этого язычества оставалась религия монголок. А вот при Узбеке господствующей религией и официальной религией в Орде стало мусульманство. И Узбек правил довольно долго, почти 30 лет, поэтому его тоже нужно запомнить. Да, но... Узбек послал войско, через свое множество было разгромлено при активном участии Ивана Калиты. Терестой князь сбежал в Новгород, но Новгород все его не приняли. И бывший веке князь опялся в соседний Псков. Псков по цифре 8, это Псков. Потому что, если пригород, соседний город с Новгородом, в принципе, тут довольно понятно, что это Псков, который все-таки сохранял некоторую независимость от великокняжеской власти, от власти Москвы, это Псков. Но, кстати, даже после того, как Псков принял Александра, митрополит Фиагност наложил на Псков анахиму. То есть, это отлучение всего города. Зато как раз, что они приняли вот такого мятежника и преступника, как считалось в Москве. Фиагност как раз перенес свою резиденцию в Москву, и он активно поддерживал политику московских князей на всем протяжении своего пребывания на посту митрополита. И вот он наложил даже анахиму на весь город. И вскоре Псковичи также изгнали Александра Михайловича. Ну, судьба этого князя Тверского Александра была трагичной. Затем он все-таки вернулся в свое родное княжение и некоторое время спокойно правил, но затем его вызвали в Орду. И в 1339 году он был убит в Орде вместе со своим сыном Федором по приказу хана Узбека. Все-таки Узбек не забыл не забыл восстание Александра против его власти в 1327 году. И, как вы видите, очень многие тверские князья были убиты по приказу ордынских ханов. Это и Михаил, отец, кстати, Александра Михайловича, и одни три грозные очи, один из сыновей Михаила Ярославича, и затем другой сын Михаила Александровича. Вместе, кстати, он со своим сыном Федором погиб в Орде. Поэтому вот так не очень любили в Орде тверских князей. Это было связано с тем, что ордынские ханы боялись связи Твери с Витовско-русским княжеством, которое в то время в XIV веке уже становилось одним из соперников Золотой Орды и на международной арене Восточной Европе, и в борьбе за объединение всех русских княжеств под единой властью. И поэтому такие контакты в мире с русско-литовским государством не могли остаться незамеченным. Поэтому русских князей так часто наказывали. Четвертое задание это больше работа с иллюстративным материалом. Нужно определить, кто изображен на этих картинках, а также поработать со схемой. Ну, по схеме становится в целом понятно, о чем идет речь, о Куликовской битве. И поэтому нужно вспомнить основных действующих лиц этой битвы для того, чтобы данное задание решить. На первой картинке в принципе понятно по татарскому лицу и по вооружению, что это какой-то ордынец. И какой главный ордынец был в Куликовской битве? Это, конечно же, Мамай. Хам Мамай на первой картинке изображен. На второй картинке понятно, что это Дмитрий Донской, руководитель русского войска. он изображен на заднем фоне стяг, русское знамя, и сам он изображен с мечом в полном боевом вооружении. На третьей цифре монах, так можно догадаться, и самый известный монах, который благословил Дмитрия Донского на эту битву с татарами, это, конечно же, Сергей Радомирский. Вот вы видите у него головы такое случение, это признак того, что данный человек признан святым, признан святым христианской церковью, и это, конечно же, Сергей Радомирский. И на четвертой картинке вы должны были правильно назвать обоих изображенных на ней людей, и, в принципе, понятно, по битву, потому что они борются, и главный поединок Куликовской битвы, это, конечно же, бой Пересвета с Челубеем, с татарским богатырем, вот слева монах Пересвет, справа такой в монахском одеянии, с капюшоном монашеским, как, в принципе, и Сергей Радомирский, они-то были из одного монастыря, поэтому одеяние у них похоже, а справа татарский богатырь Челубей, ордынский, ордынский богатырь Челубей, и, кстати, оба погибли в этой битве, Челубей просто упал на землю, а мертвого Пересвета конь вывел к своему войску, то есть тело Пересвета вернулось русскому войску. Так, вот схема, где несколько цифр изображено, и назовите битву, которая произошла вместе, обозначена на схеме значком. Вот в этом месте это, конечно же, Куликовская битва. ее дата 8 сентября 1380 года, эту дату тоже нужно запомнить очень хорошо. Куликовская битва, одно из главных сражений очень известных того времени, это, по сути, одна из первых попыток освобождения от Абдынского ига, освобождения от Абдынского ига, поэтому это нужно знать. деятели, изображенных на индустриациях мы с вами уже назвали Мамай Дмитрий Донской, Сергий Радоневский и Пересвет Щелубин. 4 и 3 назовите имя князя, при котором город обозначен на схеме цифрой 2 вошел в состав московского князства. Цифрой 2 на схеме обозначен город Коломна, потому что, как вы видите, большинство отрядов собралось именно в этом городе, а почти всегда общий сбор русского войска против ордынцев, запомните, это был в городе Коломне, потому что Коломна тогда как раз обладала самым лучшим месторасположением в московском князстве, сравнительно вот как раз смотреть на положение Орды, Коломна была, так скажем, ключом первой крепостью, которая стояла на пути у ордынцев, если они решат все-таки напасть на Русь, именно поэтому в Коломне собирались все основные отряды, которые затем шли или в степь, или просто собирались у Коломны, чтобы там стоять и защищать московское княжество от нападений, поэтому это Коломна. Ну и Коломна была присоединена при Данииле Александровиче, при Данииле Александровиче. Коломна это по сути первый город, который был присоединен к маленькому московскому княжеству, тогда еще очень маленькому, в самом начале 14 века это произошло, в 1301 год. И4-И4, назовите, кто возглавлял войска, движение которых обозначено цифрой 4. Цифра 4, вот видите, из великого княжества Литовского шло войско и оно так и не дошло до Куликова поля. И его, конечно, возглавлял литовский князь Ягайло, который тогда считался союзником Мамая и противником московского князя Дмитрия, но Ягайло не успел. Ну, видимо, вероятнее всего он специально не успел к этой битве, потому что он выжидал все-таки исхода этой битвы и когда понял, что она произошла не в пользу ордынцев, он отступил. Он отступил, то есть он все-таки не хотел рисковать вступать в прямую битву с Дмитрием Донским, а выжидал вот так, выжидал, потому что если бы Мамай победил, то он бы все-таки отблагодарил Ягайло за поддержку, а тот всегда мог как раз сослаться на то, что он не успел, что он вот шел на помощь Мамай, но он не успел. И наоборот оправдаться перед Дмитрием, если вдруг Дмитрий победит, что Ягайло специально не успел, а не просто так, потому что в тайне помогал все-таки Дмитрием Донскому против параденцев. Но так или иначе, Ягайло не успел к этой битве, он не участвовал. Правильный ответ тут Ягайло, Ягайло. Пятое задание. Какие из предчисленных городов входили в состав московского князя на момент смерти Данила Александровича. И это всего два города. Переславль-Завеский и Коломна. Эти два города. Потому что обратите внимание, Можайск был присоединен также в 1303 году. В тот год, когда и умер первый московский князь Даниил. Но он был присоединен уже при сыне Данила, Юрию Даниловичами, при самом Даниле. Поэтому вот обратите на это внимание, на момент смерти Данила только вот эти два города, Трюстраль, Завеский и Коломна, принадлежали московскому княжеству уже. Какие стычисные городов были разорены монголами в ходе похода на Русь 1238 годов это Владимир, Козельск и Москва. Владимир, Козельск и Москва 126. Псков и Великий Новгород не были разграблены ордынцами, ордынцы до них никогда не доходили. Они все-таки были расположены довольно далеко на севере и поэтому довольно трудно было ордынским войскам дойти до них. Поэтому они никогда в своей истории не знали ордынского разорения. А Киев был разорен во время уже следующего похода Южного Батыя. У вас в задании написано 1937-1938 годы и Киев был разгромлен не в эти годы. Он был взят уже в 1240 году. В 1240 году взят и разграблен. А Владимир Наквязь в Микозельске Москва тогда Москва была еще маленьким городом. Вот, они как раз подверглись нападению во время первого нашествия Батыя. Следующее седьмое задание также связано с этим нашествием. Какие исключительные события связаны с нашествием Батыя на русские земли? Ну, поскольку тут не сказано в задании какого именно года, значит, нужно считать, что тут подразумевается оба похода Батыя на Русь и на северо-восточную Русь и на юго-западную Русь, на южную Русь. То есть все, что тогда произошло, все это понятие нашествия Батыя в данном задании входит. И правильный ответ 4, 5, 6. Сражение на реке Сити, где великий князь Владимирский Юрий Юрий Всеволодович проиграл Батыю и погиб в ходе этой битвы. Это произошло уже после взятия столицы Юрия Владимира. Взятие Киева это 1940-е годы и разорение Рязани. Рязань как раз подверглась первому удару еще в конце 1237-го года. Страшное было разорение. Вот эти три события относятся к нашествию Батыя. Битва на Калке произошла еще до этого нашествия в 1223-м году. разорение Новгорода вообще с нашествием Батыя никак не связано, потому что ни Батыя, ни кто-либо из ордынцев так никогда до Новгорода и не доходил. И сражение на реке Важе это 1378-й год. Это уже связано с деятельностью князя Дмитрия Донского. Дмитрия Донского. Задание 8. Назовите участников Невской битвы. Это Гаврила Алексич и Сбреслав Якунич. Это два воина, которые прославились во время Невской битвы. Вообще в источниках сказано о шести таких главных воинах, которые прославились во время Невской битвы. Это и Новгородец Миша, который со своей дружиной уничтожил несколько кораблей и слуга князя Александра Невского Ратмир, который подрубил шатер командующего вот этим шведским войском и Гаврил Алексич, который также активно сражался и даже на коне зашел на один из кораблей шведов и хотя его с этого корабля свалили в воду, он выжил и все-таки продолжил сражаться. И Беслав Якунич также тоже отмечается его храброе поведение в ходе этой битвы. Кстати, Гаврила Алексич это предок Александра Сергеевича Пушкина. Это предок Александра Сергеевича Пушкина, по сути, основатель своего рода. И известный русский поэт как раз к нему возводил свою родословную Гаврила Алексич, новгородский знатный человек. Добрыня Никитич это один из богатырей. Он не принимает, это скорее герой былинный, Борис Лав Храбрый, это польский король, который был союзником Светополка, Светополка Окаянного, и он помогал Светополку захватить Киев. Дмитрий Боброк-Волынский это участник Куликовской битвы, о нем мы еще поговорим, когда будет следующее задание про Куликовскую битву, Дмитрий Шемяков вообще относится к 15 веку. Это 15 век уже хеодальная война на Руси, хеодальная война на Руси. Девятое задание, вы должны были подставить приведенные вот тут понятия под верные цифры. Я решил вам это задание облегчить, облегчить, и поэтому привел все понятия, которые вы должны были вставить, чтобы было легче. в 1940 году князь Александр Невский одержал победу на реке Нева. Нева в 1940 год. Это Невская битва над войском Ярла Биргера. Ярла Биргера. Хотя многие считают, что Ярл Биргер тогда не участвовал в Невской битве, особенно зарубежные историки. Но в русских веках сказано, что участвуют. Поэтому тут такие противоречия. Решающую роль в Куликовской битве сыграл засадный полк. По цифре 5 засадный. Неожиданно ударивших был потаром. Руководил этим полком князь Владимир Серпуховский. Двоюродный брат князя Дмитрия Донского. Дмитрия Донского. Ну вот, кстати, этим засадным полком командовал не только молодой князь Владимир Серпуховский, но и Дмитрий Боброк-Волынский. Дмитрий Боброк-Волынский. Он как раз тоже был воеводой этого полка. И, вероятнее всего, именно он уже более старый, опытный человек и нанес удар именно в решающий момент. Потому что горячий молодой Владимир Серпуховский хотел нанести удар как можно раньше, когда еще только начали теснить ардынцы наши отряды. но Дмитрий Боброк-Волынский выжидал, выжидал, пока ордынцы не подставят свой хланг и тыл засадному полку. Новгородское вечно созывалось на площади у собора Святой Софии или Софии Святого Собора, как у вас написано в предложенных вариантах. В случае несогласия с решением вечера часть горожан собиралась на другой стороне реки, на Ярославом дворище. Ярослава дворище как раз тоже было важным местом в Новгороде. там в случае несогласия собиралась другое вечер. В случае несогласия с основным вечером. Задание 10. Нужно указать о какой исторической личности идет речь. Отрывок А. Вел общеизитивный монастырь. Монахи не имели личного имущества. Ученики его стали основателями многих монастырей. Это конечно же Сергий Радуберский действительно основатель одного из первых и вероятнее всего самого известного монастыря в Московской Руси. Позднее уже в Императорской России Троица Сергиев монастырь затем Троица Сергиева Лавра были очень известны монастыри. Его основал как раз Сергий Радуберский. Честь Сергия потом Троица Сергиев монастыри был назван после смерти. Акрылок Б был иконописцем и мастером Тресковой живописи. Расписал Успенский собор, Троицкий собор, пока строится Сергия монастыря. Это конечно же Андрей Рублев. Андрей Рублев, про которого я вам рассказывал в конце видеолекции известный живописец того времени, от которого сохранилось несколько величайших произведений иконописи. Это икона Троица и фресковой живописи. Также в некоторых рамах его фрески сохранились. Одиннадцатое задание. В принципе по содержанию можно понять, что речь идет о Севере Руси по содержанию всего отрывка. И понятно, что город вместе с Апсковым, который располагался в этом регионе, это конечно Новгород. Новгород подвергся сильному нападению с трех сторон. Со стороны шведов, рыцарей, каких рыцарей? Это конечно же ливонские рыцари. Ливонские рыцари и Литвы. Во втором правильный ответ ливонских. Шведский владетель Биргер хотел идти крестовым походом для обращения их в католичество. Ну вот тут кстати религия в третьем варианте в третьем задании это католичество. Ну вот тут кстати вероятнее всего Соловьев ошибается потому что поход шведов носил скорее такой разведывательный характер. Там участвовало весьма мало воинов и поэтому для завоевания и покорения насильственного крещения слишком маленький у него был отряд. Слишком маленький у него был отряд для этого. Поэтому вероятнее всего это конечно преувеличение. И Ярл Биргер если он и командовал этим войском то только ради простого грабежа и разведки разведки новгородских сил в городе Новгород опять Новгород да если вдруг вы запутаетесь я специально так сделал чтобы несколько усложнить вам задачу я бы мог опять написать цифру 1 и снизить количество баллов но я решил заново тот же самый город вам дать в задании чтобы вы не запутались в Новгороде в то время княжев сын Ярослав Александр да где он княжев конечно же в Новгороде он княжев наши что шведы пришли в устье и жоры в Неву в Неву конечно же Александр с небольшой дружиной выступил против неприятеля и 15 июля запомните тоже эту дату 1240 года нанес ему сильное поражение за что получил прозвание или прозвище Невский Невский но кстати тут Соловьев также ошибается потому что при жизни Александра Невского его этим прозвищем не называли только уже после смерти князя в 1263 году он получил такое прозвище но при жизни его так не называли далее следующая битва 5 апреля 1242 года конечно ненитую победу на льду на льду какого озера Чудского озера конечно Чудского Чудского озера и она слывет ледовым побоищем конечно ледовое побоище потому что произошло на льду на льду замерзшего Чудского озера двенадцатом задании вы опять-таки в хронологическом порядке должны были расставить приведенные события и написать их даты вот я специально для вас подчеркнул в хронологическом порядке то есть не по списку а БВГД а именно по хронологии нужно было их расставить первое событие это смерть Данила Московского 133 год затем сразу после него в том же году произошло присоединение к Москве Можайска но как я вам уже говорил оно произошло при Юрии Даниловиче уже сыне Данила Московского поэтому это событие по хронологии располагается уже после смерти Данила Московского тут я тоже вас решил немного запутать и посмотреть правильно вы все-таки запомнили при к какому князе какой город присоединился присоединялся к Московскому княжеству Московскому княжеству поэтому будьте тут внимательны затем убийство Юрия Даниловича 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 в Меочи это 1325 год после этого и сам Данилович был убит конечно и затем восстание в Кири против Чолхана это 1327 год и последняя дата это получение ярлыка на великой княжении Иваном Калитой как раз после подавления восстания в Твери в котором Иван Калита сыграл довольно важную роль он тоже присоединился к карательным войскам ордынцев вот за это его узбек и наградил ярлыком это 1328 год и остальное задание также вы должны были запомнить проделы в 1320 году Иван Данилович впервые подулк хана Узбеку конечно в качестве наследника московского княжества первый год правления Иван Данилович в Москву из Владимира была переведена митрополитская кафедра Петра из Владимира до этого резиденция митрополит располагалась во Владимире и во Владимире с Киева она была перенесена в 1299 году а примерно в 1325-26 годах она была перенесена из Владимира в Москву княже в шейфтвире Александр Михайлович принял в 1327 году участие в народном восстании в котором к величайне убили аргентского посла Челхана или Челхана это имя уже встречалось в наших заданиях поэтому вы должны знать вот Даххан очень отмелывался вот вы тут можете догадаться внимательно прочитав отрывок правильный ответ на первое задание я специально вам тут немного задачи упростил если вы внимательно прочитаете это задание то вот на первое какой хан тогда был в арде правил в арде это узбек узбек разменялся послал за насосных князем но иван калита пятое это иван калита сам поехал в арду и узбек выдал ему ярлык ярлык что могли еще выдать в арде ярлык и конечно же ярлык следующее задание также про ивана калиту его деятельность что из этого относится к времени княжения ивана калиты брать с монгольской княжой княжной нет это относится к Юрию Даниловичу это брат ивана калиты подавление восстания в твере да это конечно же к нему отнесет присоединение колонны произошло еще при отце ивана калиты в Даниле цельство деревянного кремля в Москве а точнее дубового из дуба кремля был новый хороший кремль это как раз построил Иван Калита каменный кремль построил Дмитрий Ланской это уже позднее случилось внук Ивана калиты первая крупная военная поведенная монголами это 1387 год битва на Важе это не относится к Ивану калите потому что Иван калита никогда против роды прямо не выступал наоборот то он опирался на поддержку на адвенскую поддержку и право собирать дань со всех русских земель конечно безусловно Иван калита одним из первых получил русских князей это право за счет чего он очень не обогатился поэтому правильный ответ 2 4 и 7 15 задание по упоминанию реки Невы и Жоры и то что желают захватить Новгород и Семеновгородскую область и то что по упоминанию шведов можно догадаться что это Невская битва 15 июля 1240 года и правителем Владимира Сульберского княжества когда являлся Ярослав Всеволодович вот обратите внимание на задание сказанного Владимира Сульберского княжства потому что вдруг кто-то неправильно почитает или невнимательно и укажет что это Александр Невский но нет Александр Невский был князем в Новгороде а князем Владимира Сульберского княжства являлся его отец Ярослав Всеволодович тогда кто из названных князей не был сыном Александра Невского это Михаил Тверской Михаил Тверской был внуком Ярослава Всеволодовича был внуком Ярослав Всеволодовича то есть Михаил Тверской не является потомком Александра Невского кто из до первого первого нашествия монголов почти за 100 лет до этого 18 задание опять работа с картой в принципе не сложно догадаться по этому построению и по упоминанию опять-таки Александра Невского по построению противников Александра Невского это характерное построение свинья или кабанья голова по-другому это конечно же ледовое побоище или битва на Чудском озе произошло 5 апреля 1242 года кто-то сказал русскому войску Ливонский орден или рыцарь Ливонского ордена рыцарь крестоносца или любой другой подходящий по смыслу ответ но главное чтобы было сказано все-таки упоминалось слово Ливонский потому что именно они были основными потенниками тогда не шведы узнали Ливонский орден и русским войском командовал Александр Невский конечно задание 19 про битовско-русское княжство как раз в основном и поэтому вы тут должны предвечь знания об этом княжстве чтобы выполнить данное задание считается в 15-х веках оно было соперником московского княжства или Москвы первое при герзогосковской Европе оно хапировалось при Гедемине при князе Гедемине потому что дальше при его сыне Альгерде отцом Альгерде был как раз князь Гедемин основатель по сути княжеской первой княжской династии правящей в битве и их называли Гедеминовичами потом эту династию укрепились после того как в 1362 году Альгерд разбил татар в битве при Синих водах это 1362 год славная победа после которой Южная Русь освободилась от адынского владычества на 120 лет раньше чем Московская Русь в состав государств входили большая часть нынешней битвы Белоруссия Украина и области Смоленск конечно Смоленск тоже входил в состав этого княжества Тестер Герда виской князь Михаил как раз Михаил в борьбе с Москвой попросил поддержку у зятя так далее по цифре 6 католичество обещая принять католичество Югайло как раз обратился в борьбе против Андрея против одного из своих братьев смодных и обратился он за помощью ордена обратите внимание и по упоминанию ордена можно понять что это католичество потому что Ливонский орден активно пытался насадить именно католичество во всех соседних землях так по цифре 7 Олег Рязанский Олег Рязанский потому что как раз Игайло отправился на помощь Мамаю против Донского и надеюсь наказать Москву и разделить с князем Олегом как раз Олег тоже Рязанский князь во время Куликовской битвы проявил себя достаточно двояко с одной стороны он указал ордынцам прямые пути и броды через Аку но с другой стороны он сообщил Дмитрию Донскому о продвижении ордынцев и под ком пути идут ордынцы но сам он свои войска ни к одной стороне не присоединил и оставался в стороне в 1385 году в Крепском замке была заключена уния династическая уния между литовским и польским государством это Крепская уния так называемая Илья Гайла женился на Ядвиге в польской королеве последней представительницей династии пиастов которая правила Польшей и стал основателем новой уже династии королевской династии Ягелонов эта династия так и называлась по его имени по имени первого короля Ягелоны вот это уже не Гедеминович а Ягелоны потому что Гедемин никогда не был польским королем а первым польским королем как раз был Ягайло и последнее двадцатое задание опять-таки исторический источник источники говорится об осаде Тахтамоша Москвы ее штурм в 1382 году 21 это Москва 1382 год точную дату вам называть не надо было войско осаждавшее город возглавлял хан золотой арбит Тахтамыш какими военными преимуществами обладали уранские войны тут вы должны были с текстом поработать в тексте сказано что во-первых у арбит были искусно умелые стрелки и во-вторых арбит просто было больше более многочисленной армии я принимаю любую формулировку правильного ответа какими способами осажденные отражали нападение врага пускали в осаждавших стреливали и метали камни или кипяток насаждающих стреляли из пушек самострелов чехяков ну если вы отдельно скажете что стреляли из пушек стреляли из самострелов и стреляли из чехяков я это так же засчитаю или если вы отдельно пишете пускали в осаждавших стрелы и отдельно метали в осаждавших камни я тоже это засчитаю как правильный ответ тут я буду лояльно все это засчитывать. Захватить город удалось врагам хитростью, потому что пообещав в случае сдачи, что ордынцы никому не причинают поли, да, и вот такой хитростью и смогли усыпить бдительность москвичей ордынцы. Имеет прозвище князя, который правил в городе, это, конечно, Дмитрий Донской. В Москве он тогда правил, но правда, во время этого набега ушел в Кострому, собирать войска его в самой Москве не было. И таким образом, общий балл за всю работу 100 баллов. Спасибо за внимание.